всем большой привет меня зовут лада добро пожаловать на youtube канал любимое дело в этом видео рассказываю подробно как я в последнее время научилась делать картонные донышки для плетения так чтобы они были максимально похожи на деревянные конечно деревянные проще купить не будет такой мороки но как выяснилось не у всех есть возможность купить деревянные донышки поэтому показываю альтернативный вариант как сделать донышко из картона для такого донышка я беру переплетный картон есть несколько способов достать такой картон либо его купить покупаю в леонардо в других магазинах либо такой картон обычно служит подложка и в альбомах для рисования и он также подходит для этих целей конечно в альбомах для рисования подложен тоненький переплетный картон но можно его склеить в несколько слоев если вы увидите толстый переплетный картон то берите его Мне очень понравился этот вариант картона в донышках, он очень хорош. В переплетном картоне есть плюсы такие, что, во-первых, донышко из него получается достаточно прочным, а во-вторых, он практически не коробится. Ну, конечно, если вы выдерживаете технологию изготовления такого донышка, попозже расскажу, как избежать того, чтобы он покоробился, впоследствии такое донышко не коробится. Вот в этом его плюс. Конечно, если вы его не будете мочить очень много водой, все-таки такие донышки лучше использовать в сухом месте. Здесь для будущего донышка я сначала вырезала одну заготовку переплетного картона. Картон у меня достаточно плотный, где-то 3 мм толщиной, но мне нужно чуть побольше толщины, то есть приблизительно как стандартное деревянное донышко, это 4 мм, поэтому я буду стремиться к этой толщине. Поэтому здесь одну заготовку картона, вот эту, я приклеиваю на другую заготовку картона переплетного, который у меня как раз от альбома для рисования, и как раз нужна толщина, и получается. Эти две заготовки я склеиваю между собой обязательно очень хорошим прочным клеем. Здесь клей беру я клей столяр ПВА момент в желтой тубе, также подойдет и в красной тубе, и любой другой клей, где степень водостойкости D2 или D3. Вот такая заготовка получилась. Ничего пока не вырезаю, не подрезаю, вот в этом виде отправляю все под пресс на 24 часа. Главное выдержать сутки, выдержать это время, тогда впоследствии донышко не покоробится. За это время оно успеет высохнуть, успеет приобрести нужную плоскую форму, и все. То есть оно потом не коробится, главное просушить его хорошо под прессом. После того, как под прессом донышко полежало, я все лишнее вот в этой заготовке обрезаю с помощью канцелярского ножа, линейки, и соответственно все это режу на мать и для резки. Далее беру абразивную губку и края хорошенько шлифую, для того, чтобы не было никаких заусенцев, там ничего не выпирало. Вот такое донышко получилось, обратите внимание, не покороблено. Сейчас мы приступаем к его окрашиванию. Здесь у меня будет имитация под дерево, покажу два вида имитации под деревянную поверхность, светлую и темную. Для этого у меня в арсенале есть куча акриловых красок, соответственно и мальбелы для радиаторов как основа. Если акриловых красок нет, то можно использовать колера строительные. И соответственно кисти, здесь у меня кисти с жесткой щетиной. Здесь для сравнения я взяла чистое деревянное донышко, чтобы примерно следовать тому цвету, который имеет это донышко, ну чтобы намешать этот цвет. Если у вас нет деревянного донышка рядом, вы в интернете набираете, например, тот цвет дерева, который вам нужен, и к этому цвету уже более-менее подбираете краски. Здесь за основу я взяла эмаль белую, это вообще основа основ. Далее я туда добавляю колер бежевый, совсем чуть-чуть, вот прям капельку, и желтый. Желтую акриловую краску можно колер также добавить. Все это размешиваю. Соответственно, если хочется чуть светлее, в сторону немного желтоватого дерева, то больше желтой краски. Все добавляем сначала по чуть-чуть. Не надо много добавлять, по капельке и размешиваем хорошо. По ходу дела я сравниваю тот цвет, который у меня получается, с тем, который мне нужен. И, соответственно, если чего-то не хватает в сторону какого-то цвета, то добавляю. Например, мне нужно более желтая донышко, добавляю больше желтой акриловой краски по капельке. Опять же, вам говорю это по капельке, потому что иначе, если бухнете много, то цвет уже другой будет. Вообще, в таких смешениях цветов нужно знать, конечно, основы цветоведения. Неплохо было бы изучить. У меня был похожий урок на канале. Ссылку обязательно оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании. Под этим видео также будет ссылка. Там я показывала смешение основных цветов для получения дополнительных. Это нам нужно знать как плетельщику, не как даже художнику, потому что очень часто мы намешиваем цвета для покраски трубочек. Здесь тоже самое для окрашивания донышка. Если вы все-таки взялись за этот вариант, то вам он пригодится. Итак, краска готова. Нужного мне цвета. Сейчас я кисточкой крашу донышко. Здесь важно, в каких направлениях вы красите картонное донышко. Я крашу вдоль. Не нужно никаких круговых движений, иначе у вас будущая текстура дерева, то есть текстура в кавычках, я имею в виду, конечно, тут никакой текстуры нет. Соответственно, мы делаем имитацию. Имитация текстуры дерева у вас должна не нарушаться. То есть там нет круговых движений в дереве, там идут продолговатые полосы. А теперь я беру новую кисть, сухую кисть с жесткой щетиной. На нее наношу совсем капельку коричневой краски. И вот такими движениями оставляю полосы. Как бы имитирую уже текстуру дерева, окрас дерева. Полосы могут быть слегка изогнуты. Опять же, вы можете набрать в интернете текстуру вашего дерева, и по фотографии делать вот эти вот, так сказать, линии. Этой же краской я покрасила и вторую сторону картонного донышка. Но уже вот в следующем кадре я намешиваю другой цвет. Вам хочу показать имитацию под темное дерево. Здесь за основу я также беру эмаль белую для радиаторов. Она у меня служит уплотнителем пигмента. То есть краска будет ложиться очень плотненько, без просветов. Сюда же я добавляю колер бежевый, черную акриловую краску и желтую акриловую краску немного. Колера бежевого все-таки чуть-чуть побольше. Намешиваю такой коричневый цвет. Благородный, можно сказать, такой цвет молочного шоколада. Но здесь, например, если вам нужно более темный цвет подмешать, то больше черной краски добавляйте. Но единственное, что опять же говорю, по капельке. Капельку добавили, размешали, посмотрели, что за цвет получается. И крашу одну сторону вот этого донышка этой краской. Как только донышко я покрасила, не даю ему высохнуть, беру другую кисточку, наношу на нее немножечко черной акриловой краски. И вот такими движениями оставляю полосы. Здесь, кстати, я немножечко вошла в процесс. И обратной стороной кисточки я делаю вот такие царапины. Если вы присмотритесь, то на дереве есть всякие выпуклости, впуклости и царапины. В общем, я стараюсь сымитировать более точно текстуру дерева. Ну и можно добавить слегка белой акриловой краски или белой эмали для радиаторов. Тоже немножечко там оттенить некоторые места. Вот такой результат получился. Такое донышко получилось. С одной стороны светлое, с другой темное. Но это просто для того, чтобы вам показать варианты окрашивания таких донышек. Можно, конечно, на таких донышках делать декупаж. Можно их обклеивать мятой бумагой. Можно какими-то обоями обклеивать. Тканью можно обклеивать. Кстати, раньше я такие донышки делала очень часто в коробах, особенно в крышках. В общем, на что хватает вашей фантазии? И, конечно, тут, в общем, мне кажется, границ нет. Одно творчество сплошное. Отверстия в этих донышках я делаю с помощью вот такого дырокола. Его покупала в Леруа, но также он продается и в других строительных магазинах. Здесь я чисто так, для примера, показываю, как проделываются эти отверстия. Достаточно просто. Расстояние отступ от самого отверстия до края где-то 5 мм у меня. И, соответственно, когда делаю такое отверстие, у меня ничего не расклеивается. То есть, картонное донышко достаточно прочное, крепкое получается. Вот такое видео получилось. Такая идея. На самом деле, у меня уже выходило видео по изготовлению картонных донышек. Но все, конечно же, со временем меняется. Там я использовала гофрокартон. А здесь использую переплетный картон. Мне кажется, он лучше. Даже не кажется, по опыту я убедилась. Буду рада, если это видео идея вам тоже пригодятся. Обязательно за мои старания ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях. Легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!